Илья, рада вас видеть в студии. Спасибо, что пришли. Добро пожаловать в Мурманск снова. Йоханна, мальчишки и девчонки, я тоже очень рад в очередной раз вернуться сюда. Снова, потому что в Мурманске с концертами вы практически каждый год наверняка хорошо изучили своих слушателей. Ну, так или иначе, понимаете, вот по городам, куда приезжаете. Вот Мурманск, какой здесь слушатель, какой здесь поклонник? Я не знаю, может быть, есть какая-то отличительная черта. Вот сегодня будет концерт, и вы точно знаете, что придет больше женщин, чем в любом другом городе. Или, может быть, попросят на бис спеть какую-то конкретную песню, которую всегда здесь просят. Есть какая-то такая черта у Мурманских? Я думаю, что здесь публика очень собранная, насколько я понимаю. Ну, люди, конечно, разные от города к городу. Но, насколько я помню, вот в Мурманске люди очень внимательно слушают текст. Вообще, как бы, ну, стараются в суть песни как бы вникнуть, да. То есть, не просто так потопать ножками, помахать руками и поорать. Вот. А они все-таки очень глубоко вникают в суть того, что доносится со сцены. Вот это я помню. Есть какая-то любимая песня из вашего репертуара у мурманчан, которая задевает их и, возможно, сходится вместе с вашими представлениями о том, что вот здесь точно это зайдет? Ну, я думаю, что это общая пара песен для всех городов России, честно говоря, которые, ну, мне лично уже в печенках сидят, понятное дело. Потому что, ну, у каждой группы есть такая песня, да, как у Чаева «Ой, йо», да, которого как затянул и все, и сразу тошнит. Ну, потому что это миллион раз исполнено. У нас тоже есть две такие песни. И теперь я, так сказать, перекладываю ответственность на зрителей, по крайней мере, припев петь. Да, чтобы уже не сам, а говорю, что друзья мои, сейчас понадобится ваша хоровая помощь. Вот, народным хором вдарить и так далее, поэтому хоть так. Получается. В этот раз, по случаю 25-летнего юбилея группы, программа будет какой-то особенной. И вообще, как можно из такого большого количества песен, 13 альбомов, насколько... 19 пластинок у нас. Прошу прощения. Это сольными вашими. Да, это если сольники, учитывайте. 19 пластинок из них. От старого доброго панк-рока до сказочно-философских мотивов последних альбомов. Как можно собрать определенное количество песен для того, чтобы всем угодить? Достаточно просто, могу сказать. Да, потому что мы просто учли самые высокие рейтинги песен на всех радиостанциях страны и на телеканалах. Ах, вы хитрецы. Конечно, мы собрали все самое известное, что на всю страну, в общем-то, годами людям все это капало-капало, как китайская пытка, и они уже знают каждую песню наизусть. Поэтому мы собрали все вот эти золотые, можно сказать, хиты, я не очень люблю это слово, вот, и вот, чтобы в концерт человек пришел и такой, блин, я знаю эту песню, ой, и эту тоже знаю, и эту знаю, и так до конца. Здорово. 25 лет для группы, серьезный рубеж. Вот тогда, когда вы группу только создавали, были какие-то у вас мысли о том, вот, в 25 лет я буду таким, знаете, как дети, представляете, будет мне 30, вот, тогда я стану, там, точно у меня будет это, это, это. Вы что-то представляли, и что из этого сбылось? Я думал, что 30 – это глубокая старость, честно говоря, вот, и я точно не доживу, поэтому у меня не было планов на будущее, честно говоря, я никак себе не мог представить, что я доживу до такого возраста вообще. Никто не ожидал, что, конечно, мы столько, ну, я в первую очередь, что мы столько протянем, что мы столько будем играть. То есть это не было какой-то бизнес-идеей, что вот сейчас начнем играть, потом начнем зарабатывать. Боже упаси, я вообще, ну, в это сейчас сложно поверить, потому что молодые музыканты в основном, конечно, все думают, как бы стать популярным, известным, там, зарабатывать деньги. И поэтому сложно поверить, что мы никогда не задавались этими вопросами вообще. Ну, это… Вот за все 25 лет… Питерские рокеры, они такие. Ну, просто мы играли, потому что нам хотелось вот самовыражаться, творчество, музыка, там, песни, донести что-то до людей, а об известности, о деньгах мы, честно говоря, никогда не думали. Но настал ведь период, когда все это началось, и вот тогда уже были какие-то планы наверняка. Вот 25 лет будет, мы как бы обахнем концерт, вот что-то такое, тур по всей стране. Нет, у нас был план дожить до понедельника, это максимально вообще. Ну, это очень подходящая стратегия для сегодняшнего дня. Ну, а дальше-то что? Вот теперь, когда все это уже свершилось, уже столько альбомов написано, уже столько стилей испробовано, да, вы все-таки любите джаз, может быть, какие-то планы теперь сменить музыку, музыкальное направление, что-то такое есть, потому что и команда обновилась, насколько я знаю. Да, у нас пришли два новых музыканта, причем потрясающие профессионалы с широчайшими возможностями владения инструментов. И, честно говоря, мне всегда нравилось творчество, ну, заниматься творчеством в жизни именно потому, что это непредсказуемо. Я никогда не знаю, какой будет пластинка в итоге, даже когда я начал ее уже писать. То есть это сотни факторов влияют, тем более сейчас пришли новые парни, да, у них свое видение, своя какая-то техника владения инструментом, там, свой багаж музыкальный. И мы сейчас приступаем, вот будем приступать к работе над новой пластинкой, новыми песнями. Я даже примерно представить себе не могу, что из этого выйдет. И именно поэтому интересно жить. Ну, вообще, как это происходит? Вот вы говорите, да, приступаете к работе над новой пластинкой. Есть какая-то песня, за которой вы цепляетесь и думаете, что вот от нее теперь можно пойти дальше и сделать классный альбом? Или, в принципе, есть какая-то необходимость собрать, что стихи, от чего это зависит? Или какие-то мотивы? Тоже непредсказуемые. Иногда это бывает просто кусочек музыки, который вот выливается во всю идею альбома, как было с последней пластинкой под названием «Тагедым». Ведь основой для этой пластинки послужила мелодия, которую я лично пел и играл на губной гармошке лошадком, когда работал инструктором по верховой езде. Я работал конюхом и инструктором по верховой езде в Ленинградском зоопарке. И когда мне надо лошадок было уложить спать, я садился, особенно зимой, холодно, я садился в углу, играл на губной гармошке эту мелодию. Ну, как ковбой, знаешь, такой. Либо пел голосом. И вот эта вот мелодия, она стала основой для написания всей пластинки последней. И название поэтому «Тагедым» лошадиное. То есть успокаивали их. Да, она такая колыбельная для лошадок. А у нового альбома тоже какая-то такая история? Того, который вы планируете? Пока не знаю, честно говоря. У нас отобрано пока 13-14 песен для него. Но что из этого выйдет, мы не знаем, честно говоря. Потому что буквально вот вчера я надумал, еще альбом не начали писать, а я уже взял и заменил одну песню другой вчера. То есть уже начались перипетии, поэтому мы понятия не имеем, что из этого выйдет, честно говоря. Ждать когда примерно, главная мысль. Потому что не у всех ваших слушателей, к сожалению, сегодня будет возможность побывать на концерте, если не будет. Будут ждать следующего альбома. Когда ждать? Главная мысль от меня, как от буддиста с 35-летним стажем, никогда ничего не ждите. Благодарите жизнь за то, что у вас есть сейчас. Старайтесь ценить то, что у вас перед глазами и в руках. И вот будьте за это благодарны. Не ждите ничего, живите сейчас. Будьте счастливы. Вот такой задел на будущее. Спасибо вам большое, что сегодня пришли к нам в студию, что нашли время. Было очень приятно с вами пообщаться. Надеюсь, еще увидимся в Мурманске. Продолжение следует...